Мне кажется, что мир будет все больше и больше глобализоваться. Это уже происходит. Но, естественно, это не может произойти гладко. Это первое. Очень много будет тех людей, которые не захотят этого делать. В том числе и, наверное, и мы. То есть нам важны наши культурные основы. То есть наши предки, наши достижения, наши победы в той же Великой Отечественной войне. Это очень серьезная фундаментальная культурная вещь, которая зашита у нас в крови. Вот в чем штука. Если, как вы правильно заметили, если, так сказать, есть общая команда, то есть кто-то командир какой-то. То есть кто-то должен управлять этим процессом. Кто-то должен быть главным. Причем этот главный уже, скорее всего, будет очевидный. Не завуалированный, как сейчас, тайная власть, так сказать. А уже будет явный. Потому что уже не будет смысла ни с кем договариваться. Сейчас западным силам и западной власти приходится договариваться или как-то, ну вернее не договариваться, договариваться не любят. Они любят диктовать свои условия. То есть там устроим Майдан, революцию, там, значит, подточим Россию, чуть-чуть крылышки подрежем. Там, значит, еще что-то. Они воюют против нас. Вот это очень важный момент. Это же надо осознавать. Вот. Они воюют против нас. Потому что Россия – это последний оплот национального государства. То есть дальше уже полностью глобальная власть. Почему? Да очень просто. Есть некий дух народа, во-первых. Он все-таки еще есть, слава богу. Вот. Это дух, то есть осознание того, что это наша земля и что это наша культура, да? И что это наша вера, что очень немаловажно. И есть ядерное оружие. Есть хорошие войска, вот военно-космические силы еще там показывают себя во всей своей, так сказать, мощи и эффективности. И, к сожалению, как говорил Сталин, с бандитами договариваться нельзя. А ведут себя западные силы исключительно по-бандитски. То есть они приходят к вам домой, вламывают дверь и говорят, так, ты хороший парень, ну отдавай все свои деньги, отдавай все, что у тебя есть, на нас квартиру переписывай. Значит, ну и все, и мы тебя отпустим. Мы тебя трогать не будем, бить не будем. А тут парень начинает сопротивляться и говорит, не отдам я вам и так далее, и так далее. Что они начинают делать? Начинают бить, начинают там угрожать и так далее, и так далее. Вот у них такая методика. Ну, нам это, наверное, не надо. Я лично не хочу подчиняться дяде Сэму, честно. Пускай у нас в стране управляет человек, который родился в этой стране, да, пускай он исповедует наши общие ценности. Вот это вот мне важно. И пока, так сказать, такая точка зрения будет хоть как-то существовать, то вряд ли мир будет глобализован. Продолжение следует...